Здравствуйте, дамы и господа! Начнем нашу сегодняшнюю программу с небольшого философского рассуждения. Бытует мнение, что творчественный человек не может успешно работать в отрыве от родины. Якобы чужая почва лишает его вдохновения. Но так ли это? Вопрос сложный, и мы найдем много примеров, как подтверждающих эту точку зрения, так и еще больше опровергающих ее. Если говорить о художниках, то вспомним, что расцвет творчества Эль Грека был в Испании, а не на его родине в Греции. Что Василий Кандинский долго жил и творил в Германии, а Марк Шагал унес в себе образы родного Витебска, которые питали его всю жизнь. Судьба героя сегодняшней программы художника из Нью-Йорка Сергея Львовича Галербаха вполне может продолжить этот ряд. В США он известен как один из наиболее ярких русских живописцев современной Америки. Действительный член Национальной Академии художеств, почетный президент Американского общества аквалеристов, член общества художников Адюбон и многих-многих других серьезных организаций. А кроме того, Сергей Львович Галербах – автор сотен блестящих эссе и серии книг мемуарной прозы, которые читаются буквально на одном дыхании. В ноябре 2019 года художнику исполнилось 96 лет. Но несмотря на почтенный возраст, он ведет активный образ жизни, продолжает заниматься живописью и литературой. И я тоже такой стишок про себя написал. Я сам себе задаю вопрос, почему я так долго живу? И мне какой-то голос отвечает, ты остался у жизни в долгу, и чтобы этот долг заплатить, тебе надо долго жить. Мы встретились с Сергеем Львовичем в Нью-Йорке, где после замечательного обеда с бокалом «Красного вина», которым он угостил нашу съемочную группу, мастер с юношеской легкостью согласился дать интервью для русского телевидения Канады. Прежде чем вы услышите рассказ от первого лица, я позволю себе обозначить основные вехи биографии нашего героя. Сергей Львович Галербах родился осенью 1923 года в Царском селе. Там с начала 19-го столетия обустроилась семья его деда, Федора Георгиевича Галербаха, знаменитого пекаря с немецкими корнями. По легенде в его кондитерской нередко назначал встречи своей возлюбленной Анне Ахматовой и ее будущий муж Николай Гумилев. Дед художника по материнской линии Алексей Алексеевич Агапов был генералом. Детство Сергея Галербаха прошло в Царском селе, где жил его дядя Эрих Федорович, известный искусствовед и литературный критик. Стены дядиной квартиры украшали многочисленные картины, которые бередили в душе мальчика смутные и пока неясные чувства, пробуждая первые расти вдохновения. В 1935 году его отец, инженер Лев Федорович Галербах, был арестован, а мама с маленьким Сережей были высланы в Воронеж. Здесь он начал заниматься в изостудии Дома пионеров. И когда в 1938 году после освобождения из тюрьмы отца семья вернулась в Ленинград, Сердей продолжил занятия в школе при Академии художеств. Интересно, что своеобразное напутствие перед поступлением он получил от самого Ивана Яковлевича Билибина, вернувшегося в это время из эмиграции. Взглянув на рисунки юного Галербаха, Билибин отметил, что способности к живописи налицо, но что будет с мальчиком дальше, он не знает. А дальше началась война, которая не позволила закончить учебу и кардинально изменила жизнь всей семьи Галербахов. Почему я не попал в Красную армию? Хотя я должен был кончить десятилетку и автоматически пойти, уже быть призванным в армию, тем более, что война началась. Но я болел. Когда мы были в ссылке в Воронеже, я пропустил целый год. А потом я поступил в среднехудожественную школу в Ленинграде, и это была одиннадцатилетка. Так что когда началась война, я был в девятом классе одиннадцатилеткой. И сразу призыва мне не было. И вместо этого я жил в городе Пушкин, это бывшее детское село, а до этого царское село. Меня послали на окопные работы, рыть противотанковые рвы под Вырицей, под Ленинградом. Потом я был в команде ПВХО, у меня была сирена ручная и противогаз, такой старый, с клювом таким нужно было, значит, внутрь его засунуть и протирать очки, когда они потеют. Какая-то странная была система. Ну, а потом я попал к немцам, был страшный голод. Ну, потом выездили на работу в Германии, там тоже всякое было. Но потом меня освободили американцы, я был в беженском лагере. Я не был остарбайтером, я был беженцем. Что было в категории лучше только потому, что город эвакуировали. Потому что город Пушкин, детское село, было, значит, к югу от Ленинграда. До Ленинграда немцы не дошли, город оказался на прифронтовой полосе. И в конце концов началось... Город закрыли, там начался голод, и потом нас всех, значит, вывезли на работу в Германии. Весной 45-го года узники ладеря, где находился Галербах, были освобождены американскими войсками. Сергей оказался в ладере для перемещенных лиц, который находился под контролем американского отделения Красного Креста. Я оказался, значит, в Германии, когда, в американской зоне. И я помнил, что русские художники, включая, так сказать, Кордовский, Кандинский тоже, они все жили, учились в Мюнхене. Кордовский учился в Мюнхене, Кандинский, по-моему, не учился, просто жил там. Ну, и я туда направился, и, ну, было это тревожное время, это было, значит, уже конец мая, начало июня 45-го года, говорили о насильственной репатриации в Советский Союз. Мы все, значит, беженцы должны были быть распределены по лагерям, по национальности. Значит, я должен был в русский лагерь попасть. Ну, и тут я узнал, что американцы открыли бюро труда для иностранных рабочих, которые не хотели возвращаться в свои коммунистические страны. И я туда пошел, я по-английски не говорил тогда, ну, пару слов, чтобы-то знал. Ну, и там был переводчик, я до сих пор помню его имя, фамилию, то есть фамилию, не имя. Старый мигрант из войск такой, который меня спросил, молодой человек, а что вы умеете делать? Я говорю, что у меня никакой профессии нет, ну, вот я умею рисовать, я учился полгода. А вы можете нарисовать портрет? Я говорю, конечно, могу, ну, конечно, я не мог, но что-то мог нарисовать. Ну, вот я вам дам, знаете, рекомендацию в армейский клуб, может быть, они вас там наймут. И они действительно наняли меня в качестве, то, что по-английски называется sketch artist, то есть я сидел там в фойе, в большом зале, фойей такой, пивоварный такой, бюргер-бюрг-келлер называлась, и там я мог, значит, рисовать солдаты. Они мне давали на чай сигареты американские. Я тогда не курил, и тогда я начал курить, и сигареты были дороже денег, потому что у меня было какое-то жалование маленькое мне давали, но это оккупационные марки, которые ничего не стоили. А вот, значит, сигареты я мог много купить. И, значит, американские солдаты очень такие были добрые, ну, кто-то давал пачку, а один раз это целую, как называли, это штанга, это 10 пачек. Я стал богатым, я мог купить новую одежду на черном рынке. У меня были армейские, американские ботинки, потом курточка такая, потом шляпа баварская, обычно в шляпе перышко такое, или бородка козла горного. Но шляпа была и без перышка, и без бородки козла, но все-таки шляпа зеленая. А потом этот лагерь беженский для рабочих, которые работали на американской армии, этим лагерем занимался баварский красный крест, а над ним стоял американский красный крест. А американский красный крест давал подержанную одежду для беженцев. Причем американская подержанная одежда – это ерунда, понимаете? Миллионер покупает костюмчик, поносит недели, потом ему не нравится. И я к концу, перед тем, как я эмигрировал в Америку, я был одет с иголочками, можете представить. Никогда-то хорошо не одевался, потому что у меня была хорошая американская одежда. Когда я пустился в Нью-Йорк, и надежда эта износилась, то я стал одеваться уже дешевую американскую одежду. Осенью 49-го года с помощью Толстовского фонда на американском судне «Генерал Баллу» Глербах перебрался в США. Несколько месяцев он провел в штате Коннектикут, откуда вскоре переехал в город Нью-Йорк, с которым и связал свою дальнейшую судьбу. В феврале 50-го я уже поселился в Нью-Йорке и стал здесь работать. Сначала в мастерской шелкографии, и мы печатали галстуки и блузки. Это шелкография, это такое, значит, по-английски называется скрин большой, то есть сквозь скребок мы, значит, печатали рисунки, эти были головки немецких овчарок и черные подоля. Причем их рисовал не я, мы были только печатники, рисовал их младший сын знаменитого нашего графика и стенографа Мислава Валерьяновича Добужинского. И его брат Ростислав, с которым я тоже был знаком, они тоже были художники, но как-то жили в тени своего знаменитого отца. И, в общем, имени себе не сделала. И вот бедный этот Север Миславович работал как дизайнер, рисовал собачьи головки, но он меня познакомил также со своим отцом, когда старый Добужинский сюда приехал. Это было в 52-м году, кажется. Ну, и надо сказать, что очень приятно было познакомиться, конечно, с знаменитостью такой. А потом я, в общем, стал, ну, наполовину коммерческим графиком. Нужно было как-то зарабатывать деньги художником. Я был недоучившимся студентом Мюнхенской академии художеств. И, ну, я умел рисовать, писать, но лица у меня как художника не было. И, конечно, прорываясь, жить на продажу картин я не мог. Поэтому я нанялся в качестве такого, ну, мальчика на побегушках в одну художественную студию такую при большой литографии в литографской фабрике такой, которая печатала плакаты. Ну, мне было тогда 28 лет, и, в общем, у меня профессии никакой не было. И меня встретил, я всегда это рассказываю, историю, значит, художественный директор. Я говорю, так вы слышите, сколько вам лет? 28 лет. Нам нужен мальчик, который будет приносить кофе, если нужно. Я говорю, что если хотите, я вам кофе тоже принесу. А вы откуда? Ну, я говорил по-английски, но, конечно, с акцентом каким-то откуда. Я говорю, что из Советского Союза. И оказалось, что этот художественный директор был в душе американских коммунистов. И поэтому меня и приняли, хотя был еще переросток такой. Причем он мне говорил, что его отец, а сам этот художественный директор, был наполовину ирландец, наполовину немец. И его отец был другом и собутыльником Джека Лондона. Можете представить? Они вместе выпивали. Ну, вот так что я стал там работать некоторое время, а потом постепенно, значит, я стал выставлять картины. В конце концов, я закончил свою художественную жизнь. Я преподавал долгое время. В Национальной Академии Дизайна здесь, в Америке. Потом проводил семинары, ездил по Америке. Ну, а потом так постепенно вышел на пенсию. И у меня студенты, остались студентки, которые, не забывая, старичка-профессора, приходят ко мне. У меня милая ученица одна. Она родом из Израиля. Она приносит мне каждый раз суп с мацо, клёцками мацо-болл. Очень вкусный. Не спеша заканчивать разговор о годах эмиграции, я спросил Сергея Львовича о том, каким был в то время русский Нью-Йорк. Тем более я знал, что в своих мемуарах он запечатлел целую галерею очень ярких и точных портретов русских эмигрантов. Здесь было много волн эмиграции. Были, во-первых, эмигранты, которые ещё до революции сюда прибыли, так, значит, по-моему, в начале 20-го века. Простой народ обычно, смесь по лесу. И потом в 20-е годы, после революции, вот скульптор Дирюжинский, с которым я хороших отношений был, он в 25-м году прибыл сюда. И здесь также оказался сын, по-моему, это был лейтмедик государя Боткин. Его сын сюда попал. Причём это был человек Серебряного века, и он верил в культ Афродиты. И, значит, купил какой-то домик и поставил там гипсовую статую Афродиты. А местные русские, которые там жили, полищуки, говорят, вот какой-то доктор чудной, какой-то идолище себе поставил, ну пусть он молится своему идущему. А доктор, ну врач был тоже, доктор, он хороший. Потом эти полищуки, как сельскому священнику, кто Дирюжину есть, принесёт, кто курочку принесёт. В общем, приняли его. Ну вот потом, когда Гейтев пришёл к власти в Германию, очень много эмигрантов сначала из Советского Союза, уже начали первые годы эволюции, в Германию попали. В частности, была такая, здесь тоже знакомый с ней был, Ольга Михайловна Жигалова. Очень красивая женщина, которая попала... Её отец был, кажется, заведующим каких-то сахарных заводов на юге России. Ну и они бежали не в Берлин. И там тогда жил старый немецкий художник по фамилии Ленбах. И, по-моему, нет, постойте, это не Ленбах был, это был Либерман, по-моему. Сейчас я уже... Да, Либерман, Макс Либерман, тоже известный художник, которого очень любил Серов, кстати. И вот мне Ольга Михайловна говорила, Либерману было 80 лет, а мне 18. И он называл меня Майн Энгельхен, то есть мой ангелочек. Она красива была очень женщина. Ну вот. И потом она жила здесь, в Нью-Йорке, вышла замуж за миллионера, который умер. Потом... Ну и она моему знакомому, писателю Ржевскому говорила, вы знаете, что я еще не старая женщина, я еще неплохо выгляжу, надо мне выйти второе замуж. Только за миллионера, конечно. И деньги у нее были, она взяла кровосветное путешествие на каком-то... Queen Mary или Queen Elizabeth. В первый класс, конечно, вернулась. Говорит, вы знаете, говорит, но никого не встретила, понимаете. Ну, не, 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 полный не успел. Подождала два года и снова пустилась в путешествие. На этот раз подхватила какого-то миллионера швейцарского, который был уже... У него были и внуки, и правнуки, но он, значит, купил ей хорошую квартиру, но, будучи швейцарцем, денег и наличных давал мало. И она, в общем, жила неплохо, но для нее не роскошно. У нее была очень хорошая квартира, и там вот я у нее бывал. Ну, о ней, можем, всякие были рассказы. Ну, вот такие интересные люди были. Вот Софья Михайловна Гринберг, о которой я говорил, которая здесь жила. Ну, Керенскую я встречал. Вербова художника, это интересный был художник. Услышав фамилии председателя Временного правительства Александра Федоровича Керенского и знаменитого художника русского зарубежья, последнего ученика Ильи Репина Михаила Александровича Вербова, я, конечно, попросил моего собеседника подробнее остановиться на этих фигурах. Керенского я встретил в салоне Марии Самуэльны Цетлиной, которая жила на 72-й улице, здесь неподалеку. Ну, и меня туда пригласил, познакомил с ней Глеб Александрович Глинка, поэт, прямой потомок Михаила Глинки. Ну, так ничего особенного не было, я был совершенно еще молодой художником, я еще по-настоящему не был. Но я помню, что... О политике я, конечно, с Керенским не говорил, но он рассказывал что-то о каких-то эскифских каменных бабах, которые он видел где-то в России. Ну, вот, Вербов Михаил Александрович был интересный человек, последний из учеников Репина, и в книге «Чукокола», между прочим, упоминается. И когда-то у Михаила Александровича был хороший голос, баритон он пел, здесь любил очень музыку, конечно, и оперу. В оперу «Межрополитен» поместит портрет работы Вербова, это Шаляпин в роли Бориса Годунова. Ну, портрет приличный, он не был таким знаменитым художником, но все-таки очень многих писал. И я помню, он мне говорил, вы знаете, говорит, у меня много было романов, действия, но как-то в юности, в молодые годы, но как-то сделать предложение и жениться мне не приходило в голову, а сейчас, знаете, поздно. Ну, хорошо, но вот последний раз, когда я его видел, ему было уже тогда, по-моему, 93 или 94, он жил на 110-й улице здесь, и к нему приходили певцы. И вот тогда в оперу «Межрополитен» ставили Евгения Онегина, причем Татьяну пела певица такая Мирелла Фрейни, а Гремина пела болгарский бас Николай Геуров. И вот я пришел вместе с моим племянником Женей Галербахом, я пришел к Вербову, и там, значит, у него большая квартира была, масса народу, и вижу там Мирелла Фрейни и Геуров. И мы даже, мой племянник, кажется, с ними сфотографировался, а он, Вербов, сам пел «Лаверды», «Господь с тобой», по-моему, «Молись кунак» или что-то вот такое. Ну, голос у него старский был. Он милый был старик, очень-очень. Да, и надо сказать, что когда ему, он был 96-го года рождения, и хотел, он сказал, мне хотел бы захватить все три столетия, дожить до 2000-го года. К сожалению, он скончался в 99 лет всего, в 95-м году. А весной этого года в русской миссии, здесь на 67-й улице, русская миссия Российской Федерации, постоянная миссия Российской Федерации при Объединенных нациях, сам Виктор Александрович Лавров вручил Вербову Орден Дружбы Народов по указу самого Ельцина. Ну вот, немножко странный был Орден Дружбы Народов. Вербов же все-таки русский человек, русская культура, во всяком случае. Ну вот, и я помню Вербов таким стабом, старческим голосом сказал, дорогие соотечественники, я призываю молодежь, молодых художников следовать заветам моего великого учителя Ельфима Черепина, а не заниматься этой, знаете, абстракцией. Но раздались жидкие аплодисменты и все бросились в бар пить. Ну вот, ну а так, в общем-то, я несколько раз бывал в миссии и лично познакомился с Лавровым, который сейчас министр, и была выставка пяти художников-иммигрантов. Значит, были братья Лазухины, Владимир Шаталов, Володя Одиноков и я. И вот над вами здесь висит досочка, который мне Лавров вручил. Всем дам. Значит, благодарность за то, что эта выставка была в 95-м году по случаю победы над фашизмом. Ну вот, мы, значит, приняли это, благодарны были. Это, собственно, было начало в 95-й год, когда Россия признала нас все-таки не изменниками Родины, а все-таки, в общем, сынами России. Конечно, несмотря на долгие десятилетия, которые Сергей Львович провел вдали от Родины, он всегда оставался, по его собственному выражению, сыном России. Но когда в 42-м году для него началась вынужденная эмиграция, он, конечно, и представить себе не мог, какой долгой и трудной будет эта разлука. Узнать что-либо о судьбе оставленных в России родных он смог только 20 лет спустя. Оказалось, что дядя Эрих Федорович Галербах погиб в 42-м году. Машина вместе с ним ушла под лед Ладожского озера при выезде из блокадного Ленинграда. А отец Лев Федорович умер от сердечного приступа прямо на фронте в 43-м. Интересно, что эту информацию сообщил Сергей Галербаху уже в 70-е годы Рудольф Нуреев, когда оказался на гастролях в Соединенных Штатах. Дело в том, что тетя Сергея Львовича Анна Ивановна Удальцова была в Уфе первой учительницей танцев Нуреева. Да, вот видите, здесь фотография направо. Это тетя Аня, которая танцевала в кордоболете Дягилева. И вот когда ее начнем муж, это брат моей матери, дядя Сережа, получил 10 лет в концлагере после убийства Кирова. Тогда была чистка Ленинграда. Просто только за то, что он был гвардейским офицером. 10 лет в концлагере в комиссарианской АССР, город Чимью. Но выжил. В 45-м году выпустили его и в 53-м реабилитировали. Ну, а тетя Аня с детьми выслали в Уфу. И там она преподавала танцы в Дон пионеров. И вот там оказался торчонок такой, который очень здорово прыгал. И это был вот Грудик Нуреев, который потом поступил в хореографическое училище в Ленинграде, в Агановское училище. И одно время жил у дочери тети Ани, моей двоюродной сестры, Марины Сергеевны. И вот когда Нуреев гастролировал здесь, то Марине удалось приехать в 78-м году из Советского Союза и была встреча здесь. Но Марина очень боялась, чтобы не было фотографов, чтобы не было провокаций. Все-таки 78-й год был. Ну, так что вот Нуреев даже зашел к нам один раз в квартиру, где Зоечка моя сейчас. Ну, вот. Но он интересный был человек такой. Ну, так сказать, что я близко с ним знаком был, я не могу сказать. Но он нам когда здесь гастролировал, давал всем нам бесплатные билеты. Мы сидели в портере. Он выступал здесь. Но уже был, конечно, не первой молодости. А потом получилось так, что в 89-м году он же был, конечно, он с Пидом был болен, как вы знаете. Он вернулся в Ленинград. И вспомнил свою учительницу, вот тетя Аня, которая здесь фотографирована. И пригласил ее. Она была в дерево директорской ложе. Поднес ей, кажется, букет цветов. И тетя Аня в 89-м году исполнила 100 лет. Она на год была старше моего дяди, своего мужа. И в газете «Комсомольская правда» было интервью с ней. И она сказала, что вот сестра моего покойного мужа с сыном Сергеем живут в Нью-Йорке. Их такая-то фамилия Галербах. И мой племянник, вот Женя Галербах, позвонил ей и, значит, попросил адрес наш. Он знал, что я есть, но где он не знал. Тетя Аня, по-моему, написала мне, что может быть ли такой у тебя родственник Евгений Александрович? Я говорю, может быть. Да, ему мой адрес. Так я познакомился, значит, с моим двоюродным племянником. Это, значит, сын моего двоюродного брата и внук искусствоведа и литератора и ведущего младшего брата моего отца. Из книг и воспоминаний Сергея Галербаха мне было известно, что ему довелось встречаться, дружить и сотрудничать со многими известными художниками русского зарубежья. Ну, с Шемякиным я встречался довольно часто, но больше всего я в хорошем отношении был с Эмсом неизвестным. Я туда водил своих студентов. У него Мерсескай была здесь на 80-гран-стрит. Он очень милый, очень интересный был человек. И я с его работой, между прочим, за его афортами познакомился в 67-м году, когда была небольшая выставка, здесь вот такой музей был на Колумбус Сиркл, я думал, я тогда не знал, кто такой Эмс, неизвестный, вот какой интересный график. А потом вот я даже его мать встречал, Беллу Дежур, поэтессу, и его дочь Олю. Но Беллу Дежур один раз и дочь тоже. Пожалуй, больше всего я вот с Эмсом неизвестным говорил. Я очень хорошо помню одно его изречение, что, знаете, говорит, Серж, диссидентское искусство кончилось, осталось только одно искусство. Хорошо сказано, потому что какое-то время некоторые художники, диссиденты, ну, они эксплуатировали вот эту, ну, в общем, насмешку над социализмом. Кстати, я познакомился с комаром Меламидом. Сейчас с комаром я чаще еще встречался. Талантливые очень люди были, я помню эту классику их, где музы целуют Сталина и все. О Сернстом мы часто говорили во всякой всячине. Его мать, поэтесса Белла Дежур, тоже жила, кажется, до 104 лет. Я запомнил несколько стихотворений, ее, и она посвятила стихи своему покойному мужу Иосифу. И там вот эти две строчки мне очень хорошо запомнились, потому что это такой трогательный жест. Она, вспоминая своего старого мужа, говорит, прекрасной старческой рукою ты охранял наш дом и наш покой. И, понимаете, вспоминают молодого мужа, и так далее. Она почтила старика уже прекрасной старческой рукою. Хорошо сказано. Наша беседа подходила к концу, и мне захотелось узнать у Сергея Львовича, жалеет ли он о чем-то, глядя на прожитые годы, и какой, если бы, конечно, мог, дал совет себе молодому. вы знаете, вы знаете, я даже не знаю. Понимаете, единственное, что я могу сказать, что я, понимаете, как-то между двух стульев оказался, сказать, что я был бы богемой, и жил бы где-то в подвале, отпустил бы борду, нет, это не мой стиль был, и потом, знаете, когда люди приезжают в Америку, нужно встать на ноги, понимаете, мне ждать, пока меня, оценят, как художник, просто нельзя было, у меня нужно было поработать. Теперь быть буржуем таким, променять свободу художника на какую-то профессию, которая даст деньги, обеспечит, скажем, стать художным директором какой-то там фирмы, у меня были эти возможности, нет, этим я тоже не стал. Так что, понимаете, я бы сказал так, что меня как-то судьба несла довольно благополучно, волнам истории, какой бы я совет себе дал, да не знаю, вы знаете, как-то я даже сказать, что о чем я жалею, это как-то тоже мне-то в голову не приходило, меня как-то вот несло, и единственное, вот что я правильно сделал, я всю жизнь хотел стать художником, им стал, то есть я не выучил какую-то другую профессию, между прочим, очень многие художники, известные, вот, конечно, Билибин, даже Дирижинский, скульптор, и, кажется, чуть ли не Добужинский сам, им родители говорили, что ты знаешь, сначала научись чему-то полезному, а потом уже занимайся своим искусством, и вот мне Дирижинский так и говорил, Гавр Владимирович, что сначала я поступил на факультет правоведения в Санкт-Петербурге и был белоподкладочником, а белоподкладочник, это, значит, студентские шинели, именно студентов-правоведов были на белой подкладке. И вот чижик-пыжик где-то был, на фонтанке водку пил, это правоведов, как раз. Я никакой профессии не изучал, так меня искусство и кормило, как-то. Ну, вот, так что у меня, в общем, довольно острая и длинная была жизнь, всякие вещи мне приходилось делать, но я, в общем, считаю себя очень счастливым человеком, потому что... Я думаю, мы 25 раз погибнулись, умереть с голоду, был страшный голод в Пушкине, и вот если бы нас немцы не увезли бы на работу, то тогда, значит, случилось. У меня уже ноги стали пухать, пришлось валенки разрезать. И главное, что, понимаете, в детстве я был болезненным ребенком. Я помню, мама всегда говорила мне о том, что у меня был такой худенький, все ребрышки бедные были, она плакала потом. Поэтому я себя не считаю, это просто меня так как-то говорили, ну, как я Валя сказал, седина в бороду, стих в ребро. Ну, так, в общем, сейчас я относительно для моего возраста стучать это дерево, относительно здоров никаких, таких угрожающих, здоровья болезни у меня нет, угрожает только возраст, конечно. Голова сохранилась, ноги ходят слабо, наполовину ослеп. Ну, вот интересно, понимаете, что слепота, вот это вызов, что еще я могу сделать, понимаете, учитывая мое плохое зрение. и как-то я, в общем, да, я стал писать, на машинке я все еще могу писать. Я стал больше заниматься литературой, никаких талантов у меня литературы до этого не было, но я всегда говорю так, что когда мы в уроке литературы, то образ Татьяны Гладиной мне удавался на сочинениях. И даже я что-то дельно написал о печене, но что, я уже, без бога, помню. Да, вот у меня одно стихотворение есть, если можно будет прочесть. «Телом слаб, но бодрый духом он, согласно верным слухам, часто мыслил головой, к сожалению, дурной. Стал писать воспоминания результат самопознания. Проявил себя поэтом, лучшим, умолчим, однако. Много женщин рисовал до того, поцеловал, но бывало целовал, прежде чем их рисовал. А теперь живет нормально, то есть неоригинально. Ходит покупать продукты, мясо, курицу и фрукты, из капусты варит ччи, ест другие овощи, любит кошек и собак, а других зверей не так. Кто же этот человек, проживающий в наших летах. Это может быть и я, посмотревший на себя. Прощаясь, я попросил Сергея Львовича сказать на прощание несколько слов для канадских телезрителей и прочитать еще какое-нибудь стихотворение. Спасибо вам. Я продолжаю существовать, пока силы есть и слава богу, кажется, память кое-что забываю, но в общем все-таки голова работает. Спасибо вам большое и привет всем, кто будет смотреть этот фильм как наши соотечественники или русскоязычные или американцы, канадцы. Всем привет от старого русского, русско-американского художника. Моё дряхлеющее тело мне наконец осточертело, но без него куда мне деться, во что могу переодеться, кто даст мне новую одежду. И слышу глаз, оставь надежду, в чем появился ты на свет, в том будешь ты всегда одет. Один и тот же снится сон, он унесет меня без виз, Парижский пригород Медон, Белгород и Северный Тунис. И в этом странном светлом сне чужую вижу я зарю. И тени храмов в Харбине и троицу на Рю-Дарю. Туда не взять в агентстве тур и лишь во сне попасть до ног. Не в строй баллоне Биангур перед заводами Рено. Я там услышу разговор Пардон, Моншер, Жепар, Ле-Рюс, И аккордом ля-минор Нащупать Нащупать пробую тот пульс. Но как поймать, как уловить И как мне заглянуть в глаза Им все сумевшим пережить, Но не вернувшимся назад И ни в Москве ни на Дону Лишь с верой в звон колоколов Они несли свою страну Среди чужих полей и слов Один и тот же снится сон Он унесет меня без виз Парижский пригород Медон Белгород и Северный Тунис Продолжение следует... Продолжение следует...